Знаете, для меня это уже восьмая Олимпиада, пятая зимняя и плюс еще на трехлетних был, поэтому действительно есть с чем сравнивать. И скажу вам откровенно, я ожидал, ожидания у меня были не очень хорошие, честно скажу. Когда я туда ехал, происходило это без особого, мягко говоря, оптимизма. Уезжал в Москву я совершенно другими эмоциями, я просто был потрясен, как же оказывается мы можем. Другое дело, как-то потом уже, что будет с теми же объектами, сумеют ли волонтеры, блистательно совершенно работавшие, перенести вот этот позитив на отношение свое к жизни вообще в своих регионах. Потому что это же на самом деле фантастическая история, как при отсутствии волонтерского движения в России как такового, еще несколько лет назад, как сумели организовать все так, что, ну я не знаю, я разговаривал с очень многими иностранцами, и все были потрясены, какие замечательные у нас волонтеры. Молодые, счастливые, оптимистичные, на таком позитиве постоянном находящиеся, что, в общем-то, очень хочется, чтобы в нашей мрачной, угрюмой стране эти люди перенесли вот это вот отношение, которое было, как отношение к гостям, как будто гости к ним домой приезжают, чтобы все это перенеслось на обычную, каждодневную жизнь. И чтобы мы это действительно увидели в не просто Потемкинскую деревню, такую вот олимпийского такого небольшого формата, чтобы все это стало частью нашей постоянной жизни. На самом деле вот что главное, то есть, да, очень, так сказать, просто чудесно, что так мы организовали Олимпиаду, что мы показали себя в лучшем свете в глазах мирового сообщества, но важнее всего, как это будет, чем это все обернется потом для нас самих, для нашей же страны, для наших же людей. Но скажу вам честно, что, в общем-то, ну, я за день до окончания Олимпиады вечером уже закончились все соревнования, где-то в районе половины первого ночи. Я вышел из Большого дворца, где хоккейные соревнования проходили, встретился с людьми, погулял, уже почти, чуть ли не один оставался во всем этом, в Олимпийском парке, и просто постоял около Олимпийского факела, поснимал на свой мобильный телефон на память, и вот тут-то я по-настоящему, глядя на все это, мне было немножко время подумать, проникся, где я нахожусь и в чем я участвую, честно говоря, это было здорово, и это было здорово с организационной точки зрения, потому что взять, к примеру, хоккейный турнир, который я освещал, на котором, можно сказать, концентрировался, на 90% предыдущих Олимпиад один дворец от другого располагался на большом расстоянии, до тренировочных дворцов вообще надо было ехать, черт знает куда, на такси и так далее. Здесь оба игровых дворца и один тренировочный находились просто в зоне пешей доступности друг от друга, на таком пятиминутном, скажем так, пятачке, и это было дико удобно, удобно болельщикам, которые могли посетить все матчи возможные, удобно журналистам, которым не нужно было ехать на тренировку сборной за 3-9 земель и тратить на это деньги на такси, потому что все рядом, все близко, удобно всем, удобно хоккеистам, которым не нужно было ехать на автобусе даже от Олимпийской деревни до дворцов, просто люди пешком ходили, это супер было на самом деле. Я ни одной Олимпиады не видел, где бы журналисты от медиадеревень до пресс-центра ехали на шаттлах, которые бы ходили каждые 5 минут, такого просто не может быть. Я помню прекрасно все эти Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, в Турине, очень долго было, там можно было по 20, по 30, по 40 минут ждать. Здесь, опять же, в Солт-Лейке стояли 40 минут в очереди на прохождение досмотра по безопасности. Здесь вроде все безопасно, здесь идеально все было организовано с этой точки зрения, ты подходишь, очень много этих точек до проверки, ты за полминуты их проходишь и идешь дальше, у тебя не отнимают время. То есть каждая такая маленькая деталь, дьявол кроется в деталях, и так здесь и получилось, что каждая вот эта вот деталь была прекрасно организована, продумана, четко совершенно, и я могу только поаплодировать за организацию турнира. Продолжение следует...